Здравствуйте, меня зовут Саша, я из города Болтавы приехал. Вылечился здесь от наркозависимости. За свою жизнь, употребление 15 лет, я побывал в множество разных гриппцентрах, и в крестьянских, и в 12-шаговой системе, и подшивался множество раз. Но ничего это мне не помогало, как бы, ну, объяснить простыми словами, я не лечил голову. В этом же центре мне дали правильную информацию, я правильно начал выполнять все инструкции врачей, докторов, которые направляли меня. И, как бы, по итогу, на сегодняшний день, спустя месяц, я чувствую себя отлично, тяга исчезла, наркотик употреблять не хочется. Говорят, невозможно забыть приход, невозможно забыть кайф. Забыл приход, употреблять вообще не хочется. Как бы я, да, для себя подстраховался, да, там, сывороткой, но это я сделал для себя. Как бы, автоматически тяга ушла, но нужно работать, нужно выздоравливать, нужно идти вперед, как бы, сдаваться нельзя. Самое сложное было абстинентный синдром, который я пережил. Это самое сложное в моей жизни, мне кажется. Я просто перед этим делал три турбодетокса, как бы, меня выводили в коме. Но эта схема нерабочая, как бы, она не помогает. А здесь, как бы, помогли мне вывести медикаментозно потихоньку, постепенно. Я с каждым днем чувствовал себя лучше, лучше. Как бы, да, не без того хотелось и уехать отсюда. И не верилось, вначале не верилось, вначале не верилось вообще, что как это работает, почему это работает. Но спустя месяц, реально я в это поверил, я это почувствовал на себе, на собственном опыте. Ну, я употреблял наркотики 16 лет, начал употреблять плотно, да, колоться. И как бы, ремиссии, и с 2004 года, в общем, стою на учете наркодиспансеры. С этого времени ремиссии, ну, происходили, если год-два наберется за 15 лет, то это очень хорошо. А все остальное время я проупотреблял наркотики. И все наркотики, все виды наркотиков. Очень важно иметь поддержку рядышком с собой. То есть, и главное, иметь поддержку человека, с которым ты останешься жить. То есть, если бы я приехал сюда с мамой, было бы совсем по-другому. Ну, очень важно, что я здесь нахожусь с женой. Для меня это очень большая поддержка, как бы, вера в меня. Здравствуйте, меня зовут Алина. Мы уже в браке 4 года, и было очень тяжело. В смысле, сейчас тяжело? Ну, было дома сбрасывать дозу, бросать в домашних условиях, терпеть срывы его постоянные. Здесь было сложно первые, может, недели полторы-две. Но не бросали в беде, помощь была. Я поняла, да, окончательно, что я созависимая. Со мной работали психологи, психотерапевты на тренингах. Ну, пособиралась. Ну, если слушать, допустим, других людей, в чем ты себя видела со стороны и осознавала, что так делать нельзя, допустим. Где-то, может, приходило осознание именно со слов психолога, мою сторону конкретно. Как ты видишь сейчас вот его? Прогрессы, конечно, есть. Ты вот этим знала, нет? Нет. Нет. Я знала, возможно, больного человека на голову. Не разлюбишь, нет? Думаю, нет. Совершенно с другой стороны открылся. Ну, правильно, он сказал, что не было правки мозгов. Была просто подшивка, но характер-то оставался употребляющий. Зависимый. Зависимый, да. Постоянные мысли, постоянные «хочу-хочу», подшивка не дает, «хочу-хочу». То есть голову не речили. Здесь помоги с головой. У меня только хорошие отзывы об этом центре. Сравнивая с предыдущими своими центрами, я ездил и по разным городам, и в Россию лечился. Здесь самые адекватные центры и самая компетентная помощь. Мне это очень помогло. И не сдаваться, самое главное, не сдаваться и идти до конца. То есть если решил, значит идти до конца, не отступать. То есть если поставил себе мотив, ну какой мотив, такой и плод.